Бессмысленная и беспощадная система монетизации Diablo Immortal не перестаёт удивлять. Оказывается, если вы пичкаете деньгами самое низкооценённое творение Blizzard, то имеете риск, так сказать, передонатить. Один из игроков пожаловался на то, что вложив 100 тысяч долларов в своего персонажа и сумев без поражений одолеть сотню соперников, он утратил возможность играть в PvP-режиме. То есть игра говорит, что противников, равных ему по силе, попросту нет, а значит и биться не с кем. Служба поддержки помочь ничем не может — парень объективно обогнал всех других игроков, и ему теперь придётся ждать и надеяться, что у кого-нибудь ещё хватит ума избавиться от солидной суммы денег ради подобной прокачки в Diablo Immortal. Но не факт, что он дождётся, потому что уже грозится подавать в суд. Мол, смысл-то теперь играть? Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 3 августа 2022 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Каждый понимает реализм в играх по-своему. Для авторов Kingdom Come Deliverance это дотошное сохранение особенностей жизни в средневековье, с сохранением в том числе его скучных проявлений. От необходимости ждать по несколько часов, чтобы пообщаться с определённым персонажем, до необходимости кормить главного героя и давать ему отдыхать. Для создателей Arma 3 это реалии настоящего военного боя, где нужно сначала полчаса высаживаться и ехать до точки операции, а потом ещё столько же ползти по земле, чтобы умереть от одной пули снайпера. Хочется вспомнить и, например, выдающуюся для своего времени игру Xenous.Kipenia, вышедшую в 2005-м. Там действие разворачивается в нищей Колумбии, и разработчики учли этот момент. Местные пытаются содрать с нас деньги при первой возможности. У нашего протагониста могла развиться зависимость от лекарств из-за частого их приёма, могло заклинивать оружие, а повреждения мы получали в определённые конечности, которые нужно было лечить. Конечно, игровому процессу, что Xenous'а, что Kingdom Come, все эти усложнения часто скорее вредили. Можете сейчас поставить видео на паузу и написать в комментариях, что такое реализм в играх для вас лично. Ну так вот, студия Ninja Theory, которая сейчас создаёт экшен Xenous Saga Hellblade 2, стремится к тому, чтобы красоты Исландии в их творении были воссозданы идеально правдоподобно. И даже скалы, загаженные местными птицами. Авторы показали специальный инструмент, с помощью которого на виртуальные скалы они наносят виртуальный помёт. Судя по всему, отходы жизнедеятельности пернатых генерируются процедурно. Если дизайнеру не нравится, как они выглядят, он может перегенерировать слой. Со слов разработчиков, им очень важно, чтобы в Hellblade 2 был максимальный уровень реализма. А что это за реализм такой, если на локациях не видно экскрементов? Когда эта прелесть поступит в продажу, до сих пор не уточняется. Тем временем многообещающая и тоже делающая ставку на реализм средневековая стратегия Manor Lords обзавелась двумя новыми механиками, которые изначально не планировалось в неё добавлять. Об этом рассказал разработчик Грег Стигзен. Он говорит, что сейчас проект пребывает в состоянии закрытой альфы, и именно благодаря тестерам удалось реализовать два элемента. Во-первых, игроки смогут задавать зону действия различных зданий. Например, лагерей лесорубов или собирателей. Благодаря этому мы сможем узнать, если лесорубы вырубили все окрестности и начали добывать древесину где-то очень далеко. Во-вторых, появится система восстановления лесов, позволяющая лучше управлять ресурсами. Как именно мы будем способствовать росту деревьев, автор не уточнил. Точно так же Грег не сказал, сможем ли мы пощупать эти механики в раннем доступе, или придётся ждать релиза. А ранний доступ стартует уже скоро, в конце этого года. Для тех, кто забыл, что из себя представляет Manor Lords, напомним, что это очень углублённая и продвинутая смесь Stronghold и Medieval Total War с визуализацией уровня Kingdom Come Deliverance. В центре вздымается, концентрируя на себе взоры, градостроительство, не ограниченное разлинованными рамками. Поселение в своём развитии подчинено торговым маршрутам и топографическим особенностям местности, а потому раскидывается на холмах и низинах, гнездится на кочках, причудливо извивается, не стряно же фантазию архитекторов и логистов. Следующими в картину врисовывают как раз реализм и внимание к деталям. Борозда мистическим образом не вспучит чернозём. Подавай плуг и впряжённую туда живность. Железо вычищается в сыродутной печи, а пышнобокой отаря овец подавай бдительного пастуха без тлетворных склонностей. Творятся сезонные безобразия. Трудовой люд морозят, топят в осадках, мучают засухами, гладом и чумой, а где глад и чума, там обязательно будут войны. И если мирная часть Манерлордс выглядит как сити-менеджер, то боёвка может превращаться, если хотите, даже в подобие экшена от первого лица. Следить за баталиями можно будет с максимально близкого расстояния. Продолжают появляться детали грядущей GTA 6 от журналиста Bloomberg Джейсона Шрейера. Оказывается, Rockstar за последнее время серьёзно урезала проект, отказавшись от части контента. И если Шрейер просто упомянул сам факт сокращения масштабов, то издание Axios даже уточнило, что именно убрали. Изначально студия планировала реализовать три крупных города и аж четырёх главных героев. Затем планы были скорректированы. Остался лишь один город и двое персонажей. Источник не сообщает о судьбе вырезанного контента. Шрейер говорит, что новую GTA планируют активно поддерживать, добавляя города и миссии. Возможно, среди новых локаций появятся те города, которые планировалось добавить в релизную версию. Сократить масштабы игры, как писал Шрейер, было решено из-за задержек с разработкой. Впрочем, даже урезанная Grand Theft Auto всё ещё будет большой. Ожидается, что основные события игры будут происходить в Vice City. Как известно, пиратский экшен Skull and Bones, к которому все, кому не лень применяют эпитет «многострадальный», был анонсирован в 2017 году, а непосредственно в разработке пребывает и того дольше. За эти годы Ubisoft опубликовала несколько записей с демонстрацией игрового процесса, и вот энтузиаст с IQ1 сравнил, как за пять лет преобразовалась графика игры. Он подробно продемонстрировал изменения в пользовательском интерфейсе, внешнем виде капитанского мостика, анимациях абордажа, показал непосредственно сражения и многое другое. В целом, после просмотра вывод склоняется в пользу того, что чисто визуально версия образца 2017 года выглядела более натурально. Современный видеоряд в Skull and Bones страдает от свойственной многим ААА-проектам Ubisoft засвеченности, нарушающей всю идиллию морских путешествий. Также пользователи заметили, что текстуры воды в ранней версии проекта выглядят более реалистично, чем почти плоское полотно в текущем билде. Релиз намечен на 8 ноября. Посмотрим, чем закончится вся эта эпопея с многочисленными переносами релизов, сменой руководства и перезапусками производства. Выживалка Grounded от студии Obsidian, как выяснилось, покинет ранний доступ на PC и Xbox 27 сентября. Тут, напомним, дети, уменьшенные до размеров муравья, сражаются с насекомыми на заднем дворе. Играть в Grounded можно в одиночку или в кооперативе по сети. Главное отличие полной версии от беты – наличие сюжетной кампании. Надо заметить, что Grounded пользовалась за эти два года приличным спросом – в нее поиграло более 10 миллионов человек. Сделка между Microsoft и Activision из конкурирующей среды – волнует только Sony. Это выяснил бразильский антимонопольный регулятор, который получил письменные комментарии от ряда компаний. И единственный негативный принадлежит именно японской корпорации. По мнению Sony, Call of Duty – сверхпопулярная франшиза, с которой никто не в состоянии нормально конкурировать. Более того, Call of Duty настолько популярна, что становится одним из критериев при выборе геймерами тех или иных игровых консолей. Таким образом, если Activision Blizzard перейдет под контроль Microsoft, а та сделает Call of Duty эксклюзивной для своих платформ, то Sony многое потеряет. Чтобы доказать, что Call of Duty является одним из основных источников прибыли PlayStation из числа игр от сторонних компаний, Sony предоставила бразильскому регулятору соответствующую документацию. По понятным причинам обнародована она не была. При этом Ubisoft, например, совершенно не разделяет этот пессимизм. Французы считают, что у Activision ничего уникального нет, и многие разработчики способны переманить аудиторию Call of Duty. Студия Artificer анонсировала Homicidal All-Stars пошаговую тактику про жестокое реалити-шоу «Звёздная резня», которую сами разработчики с гордостью определяют как смесь бегущего человека с американскими гладиаторами. Главная героиня проекта охотница за головами Скарлетт Мартилло. Шоу, в котором она участвует, считается в мире игры самым жестоким и реалистичным зрелищем конца 21 века. Тут все литературные штампы плохого будущего. Накалённая до предела обстановка в обществе, неравенство доходов, беспринципность корпораций, постоянные природные катастрофы из-за изменения климата, высокая преступность и перенаселение. Неудивительно, что «Звёздная резня» в таком мире стала чем-то вроде отдушины. Не судная ночь, но внимание можно отвлечь. Пошаговые бои тут будут продуманные, с изменяющимися задачами, разнообразными механиками уровней и элементами окружения, которые разрешается использовать для уничтожения врагов. Релиз состоится грядущей осенью. Представители Эб Софтвэйр разъяснили, что их ужастик Скорн ни разу не претендует на звание полноценного ААА-проекта, несмотря на свой впечатляющий визуал. Прохождение сюжетной кампании занимает лишь 6-8 часов. Всё зависит от скорости решения головоломок. Процесс создания Скорн начинался маленькой группой из четверых увлечённых людей. Бюджет на это дело был собран небольшой. Да, с тех пор Эб Софтвэйр расширила свою команду, но дальше АА их творение не двинется точно. Кстати, при всём своём уникальном художественном стиле Скорн не будет снабжена фоторежимом, но для более глубокого погружения в происходящее авторы моделируют интерфейс, минимально нагруженный иконками и символами. То есть, сделать интересный скриншот понравившегося момента получится, а вот поиграться со светом, ракурсом и прочими штуками нет. В данный момент авторы вносят последние штрихи, занимаются полировкой и балансировкой. Выход ожидается в октябре. Если вас совершенно не привлекает анонсированная недавно FIFA 23, но поиграть во что-то футбольной тематике было бы интересно, то специально для вас студия Purple 3 создаёт Гулаццо 2. Как и оригинал, это футбольная аркада с локальным мультиплеером, в которой нет практически никаких правил настоящего футбола, вроде фолов или офсайдов. То есть, это удовольствие в чистом виде, где главное сама игра и взаимодействие, а не куча ограничений и условностей. Гулаццо гордо напоминает дни славы классических аркадных спортивных игр 90-х, но со своим собственным художественным подходом, картинкой в стиле 2.5D и вполне современным геймплеем. Спортсмены двигаются с большой скоростью, а мяч как бы прилипает к их ногам. Можно наносить три типа ударов по снаряду. При этом все происходящее сопровождается юмором, комментаторы все время шутят и прикалываются, что очень хорошо сочетается с быстрым темпом игры. Действие, кстати, сюжетно разворачивается именно в 90-х, и чтобы отразить этот момент, разработчики даже используют VHS-фильтр. Каждый, кто застал игры последнего десятилетия 20-го века, обязательно пустит скупую слезу. Это актуально как в отношении первой части, увидевший свет в 2019-м на Switch, PS4, Xbox One и компьютерах, так и в отношении грядущего продолжения. Классно еще то, как оригинальная игра использовала ретро-игроков и менеджеров, таких как Диего Марадона и Роуд Гулит, в качестве эталона, и разработала фантастическую мультяшную графику для их подобия. Художественный дизайн и яркость меню исключительны, и все они выделяются в нужных областях. Если вам интересно, почему игра названа каким-то странным словом Гулаццо, то это испанское восклицание, потому оно и пишется с восклицательным знаком. Этим словом приветствуют изумительный по мастерству гол. Все команды основаны на международных составах, в сиквеле их будет 58. Вместе с тем авторы обещают реализовать 10 межнациональных стадионов, 6 видов полей, 12 уличных команд, уличное мировое турне, турнир за межнациональный кубок, кубок Европы и, куда ж без него, чемпионат мира. В общем, если вы устали от обычных футбольных менеджеров и сложных симуляторов, а хочется просто насладиться ненавязчивым ярким футболом, то Гулаццо 2 для вас. Пока непонятно, на какую дату запланирован выход. Разработчики попросили нас оставить под роликом ссылку на Steam, чтобы каждый желающий мог добавить игру в виш-лист, дабы ее не потерять к релизу. Будем рады, если поддержите команду. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Также будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Бусти. А на этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.